Продолжаем разговор. В студии Валентин Пугач и Елена Ковалева. Мы делаем эту программу в преддверии Кировского урбанистического форума. Первого в нашем регионе форума, давайте запомним, это 2018 год. Мы посвящаем сегодня наших слушателей в программу форума, и второй час полностью ей будет посвящен, посвящаем, посвящен, значит, чтобы можно было выбрать для себя позицию, мастер-класс и сориентироваться. Елена Васильевна, вот смотрите, у нас кроме глобальных историй, которые будут непосредственно интересны, конечно, людям, а это, там будет обсуждаться генплан города, приезжает, собственно, то бюро, которое разрабатывает в данный момент генеральный план города. И это впервые, когда могут прийти горожане и задать вопросы разработчикам, и их услышать, и задать вопросы городским властям, а что вы закладываете в генплан, и самое главное, как вы собираетесь его потом исполнять, так к этому тоже есть претензии. У нас будут замечательные совершенно спикеры, которые будут говорить про систему движения в городе. К ней очень много претензий. И вот что касается системы дорожного движения, большой-большой скандал развернулся, разворачивался в течение последних двух недель, связанный с желтыми заборами. И мне кажется, что вот этот образец того, как общественное мнение, в общем, не только активистов, общественное мнение, участие СМИ повлияло и влияет, потому что пока еще не решен вопрос, на то, что происходит в городе на глазах у всех. Потому что вот эти желтые заборы, это прямо символ, наверное, того, как раньше, я надеюсь, что раньше принимались решения по городскому устройству. Во-первых, ваше отношение, Елена Васильевна, к этим желтым заборам? Ну, во-первых, многие желтые заборы уже выглядят грязно-желтыми, и часть из них разрушена. Поэтому, безусловно, их нужно демонтировать там, где это уже сегодня просто, так сказать, практически валяется чуть ли не рядом с дорогой. Ну, а вообще, с эстетической точки зрения, они совершенно, конечно, выглядят как-то... не вписываются, я бы так сказала, не вписываются в городское пространство, но они необходимы в части безопасности. То есть это требование, но мы должны продумать дизайн, а какие это должны быть ограждения, которые будут именно связаны с безопасностью горожан. Потому что это требование, и, как вы знаете, что первые вот эти вот установленные ограждения вдоль пешеходных переходов, они были сделаны в рамках федеральной программы по линии управления внутренних дел. В 2008 и 2009 год, 10 лет прошло. Да, давно начато, и, конечно, сегодня они выглядят, ну, достаточно так, неприглядно. Наши коллеги из своего Кировского, как мы и планировали, взяли интервью у тех спикеров, которые приедут к нам на форум. В частности, это очень известный урбанист Аркадий Гершман, транспортный аналитик, а также к нам приедут специалисты из администрации Москвы, которые занимаются транспортом. И те, и другие сходятся, и тот, и другие сходятся в одном мнении. Вот такая установка заборов в городе безопасности пешеходов и транспорта не помогает, а, наоборот, только вредит. Как вы к этому относитесь? Ну, в данном случае, все-таки, наверное, тоже следует и мнение специалистов выслушать ГИБДД, потому что это, в общем-то, вопрос реализации программы, еще раз повторюсь, федеральной по безопасности дорожного движения. Поэтому тут, прежде чем принимать решение полностью их, скажем, демонтировать и ничего взамен не выставлять, ну, надо здесь обсудить более, так сказать, широко. То, что сегодня, как я уже сказала, выглядит неприглядно, нужно демонтировать однозначно. Вот эти желтые ограждения. Комментарии по аллее на Октябрьском проспекте. Вот как бы вы обозначили то, что сейчас там происходит? Ну, во-первых... А вы знаете, что происходит? Желтые заборы, встык или вразрыв с чугунной решеткой, перегораживающие проходы и всю аллею? Ну, сейчас это все приостановлено, все эти действия, поэтому, опять же, там чугунное ограждение никто демонтировать не собирается. Наоборот, вообще, видение, как у нас должны быть, ну, так сказать, магистральные улицы и проспекты выглядят в городе, это, наверное, основная там тема для обсуждения, потому что мы тоже не раз обсуждали с ландшафтниками, скажем, с другими специалистами, как вы видите, какие там зеленые насаждения оставлять, расширять пешеходную зону, сужать. То есть мнения абсолютно разные, но в любом случае дискуссия необходима, и мы найти должны оптимальное решение, которое будет служить и вопросам экологии, и вопросам безопасности, и вопросам эстетики, и просто, так сказать, красоты и востребованности жителей. И вот здесь мы понимаем, что из всего ряда вот этих вопросов, которые вы перечислили, позиции ГИБДД относятся только к одному вопросу. Безопасность, причем никак не связана с разработкой системы движения. Вот здесь ДТП, поставим забор. А другие способы, это не функция ГИБДД предлагать. Правда же? Они не могут предложить другие способы. Так что забор, насколько это решение, вот это будет дискуссия на урбанистическом форуме. Валентин Николаевич, Ваши позиции по поводу желтых заборов и Октябрьского проспекта? Я здесь, не будучи специалистом, могу только с эстетической точки зрения сказать, с одной стороны, это очень некрасиво, с другой стороны, ну, я как участник дорожного движения, там, за рулем транспортных средств, ну, несколько раз попадал в стрессовую ситуацию, ну, когда выбегает на дорогу ребенок или взрослый человек с одетым на голову капюшоном и в наушниках просто выходит и возникает реальная угроза ДТП. И если бы там был любой забор, так, конечно, он должен быть красивым, удобным, или какие-то другие техничные средства, которые бы препятствовали вот такому спонтанному появлению пешехода на дороге, если бы было такое решение сделано, то, наверное, безопасность бы на дорогах стала, или там, в трагических случаях было бы меньше на дороге. То есть не обязательно забор? Не обязательно, точно не обязательно. Ну, какое-то ограждение? Ну, мы все увидели в Европе, где-то в других странах и городах... Специалисты говорят, что не обязательно ограждение, а целая система решений. Система решений, да. Система решений есть. Специалисты должны проанализировать. Это может быть либо зона какая-то, которая действительно не будет позволять выходу на проезжую часть, но что-то должно быть. Потому что они по-другому должны ходить. Или, вот смотрите, как мы интересно говорили, не позволять пешеходам выходить. И никто из нас не говорит, не позволять автомобилистам быстро ездить, снизить скорость движения на этом участке. Вы начали говорить, Валентин Николаевич, про европейские города. Мы прекрасно помним, как во многих зонах европейских городов ты едешь, и у тебя прям вот такими гигантскими метровыми цифрами написано 30 километров. 30-40, да. 30 километров. И большие стрелки. Ну, Светлана, здесь надо быть честным, что такие знаки, такие стрелки, они присутствуют чаще всего в спальных тихих районах. В центре Барселоны. В центре Барселоны. В центре Мадрида, Валентин Николаевич. В самом центре. Это связано с большим нахождением туристов в центральной части города, конечно. Я согласен. Либо рядом с пешеходными зонами в центральной части города. Но есть магистрали, где машины и несутся, и едут. И просто они по-разному, в разных мирах живут. То есть автомобили живут. Их разводят. Да, их разводят. Совершенно верно. Есть для этого специальное решение. Вот. Но не заборы, Валентин Николаевич. Но не заборы. Да. И последний вопрос. Вот все-таки он такой вот сразу тест. Мы посмотрим, как меняется наше отношение в течение года. Мы будем постоянно делать такие замеры. В каждом городе сейчас, который выбирает приоритеты, отстраивается, есть такая вот лесенка приоритетов в движении. Например, Москва сейчас приняла такую лесенку. Недавно в нашем Урбане московские специалисты говорили. На вершине этой лестницы стоит пешеход. То есть город для пешеходов. Дальше идет... Нет, общественный транспорт на вершине. Дальше пешеходы. Дальше велосипеды. Дальше движущиеся автомобили понисходящие. И дальше припаркованные автомобили. Как вы себе представляете лестницу вот этих приоритетов, какой она должна быть в Кирове? Потому что не все города так выбирают. Вы задаете вопрос, знаете, на целый день обсуждений со специалистами. Вы согласны, Валентин Николаевич, без принятия такого решения мы не можем разрабатывать стратегии. Мы же должны чего-то отталкиваться. Необходимы по очень широкому спекту. По транспорту. Автомобиль на вершине у нас сходчик нет? Значит, по фасадам зданий. Нет, нет, вы ответьте на вопрос, пожалуйста. Как вы расставили бы приоритеты в городе? Вот по движущимся объектам. Я себе задавал такой вопрос, знаете. Да, я вот уверена, что задавали. Едешь на машине, кажется, ну что тут, вот все ходят, тут ходят, значит, мешают. Тут еще велосипедисты. Как только ты становишься пешеходом и идешь по улице в магазин, у тебя прямо переворачивается сознание, картинка мира, и ты говоришь, вот я-то иду по делу, люди ходят, все хорошие, а эти тут... Ты чего-то перегородил? Носится, носится, угорелый, угорелый. Давайте прикинем. Здесь нужно учесть мнение всех. Ваше мнение интересует меня сейчас. Город должен быть комфортный. Для пешеходов точно сейчас он некомфортный. Некомфортные тротуары, нечищенные зимой скользкие дорожки. Алексей Николаевич, расставьте движущиеся объекты по лесенке. Автомобили, велосипеды, пешеходы, общественный транспорт. Как вы их расставите? Золотая середина, как это, разумная. Какая она сейчас? Вот, ну давайте обсуждать. Что должно быть главным в приоритете города? Я предлагаю смотреть из конкретной ситуации. Настоящий политик, Валентин Николаевич. В конкретном районе или на конкретной улице. Хорошо. Елена Васильевна. Я вот без всяких сомнений для себя вяжу вот эту иерархию следующим образом. Первое, это общественный транспорт. Навершение. Это навершение. И мы должны создать максимальные условия для того, чтобы общественный транспорт у нас двигался и беспрепятственно, и сам не являлся препятствием для и пешеходов, и автомобилистов. То есть выполнял все требования, которые безусловно есть. Вот, второе, это, ну, вот, наверное, второе я бы поделила. Все-таки для Кирова это не Москва. То есть и пешеходы, и автомобили, они должны быть вот на одном каком-то уровне и себя комфортно ощущать и те, и другие. А вот как это сделать, давайте поговорим в рамках форума. А велосипедисты где? А для велосипедистов пока я... Нет места в нашем. Нет, оно должно появиться, и тому примеру мы сейчас вот велотреки открываем, и я думаю, что мы будем двигаться в рамках и ленточных парков, и других пространств. Но это требует уже нового строительства, нового подхода. На сегодняшний день пока вот, говорит, что у нас велосипедисты там наверху, просто мы не создали этих условий. А что говорить об этом, если мы не создали полноценных условий? И проектированием этих условий. Две минуты еще. Елена Васильевна, еще один вам вопрос. В Кира закупают оранжевые автобусы. Как вам нравится оранжевый цвет в целом? И потому что предстоит еще закуп нескольких партий автобусов. Можно ли сделать какое-то голосование в городе, как это у наших соседей в других регионах, когда горожане выбирают цвет общественного транспорта? Вот, Светлана Владимировна, вы знаете, когда мы начинаем обсуждать цвет общественного транспорта, это говорит о том, что мы преодолели уже ряд проблем. Дымящих автобусов, сломанных, не открывающиеся или не закрывающиеся двери. Да, холодные, прокуренные. И это меня радует. Понимаете, мы поднялись на целую планку выше. В принципе, к оранжевому цвету отношусь, как к любому другому, нормально. Во-первых, его видно. Как и желтые заборы. Нет, ну, общественный транспорт, знаете, его должно быть видно. Не случайно в Лондоне ходят, потому что там туман, и его должно быть видно. Поэтому нормально отношусь. У нас очень много темного времени суток бывает. Это первое. А второе, белый автобус, вот как сегодня приводили в пример, ну, у нас еще грязновато в городе для того, чтобы развестись белыми автобусами. Голосование возможно ли? Ну, возможно, наверное, но сегодня мы уже закупаем автобусы той партии и того цвета, какой, скажем, производитель нам предлагает. Поэтому мне кажется, что нам сейчас сосредоточиться необходимо не на цвете, а на повышении уровня обслуживания пассажиров. Спасибо большое. Спасибо.